У меня здесь вопросы по стихотворению проповеди. Давай. Вот вы написали в 2002 году, 28 июня, стихотворение. Герои прошлого с утра сидят в прихожей. Да. Я вышел на брата Георгия Коробейникова. Я попросил его, чтобы он составил ролик. Он мне пишет, опиши о чем стихотворение. Ну, я так задумался. Конечно, я бы мог описать, но думаю, автор-то еще живой. Поэтому хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, растолковали кое-что. Чтобы он выбрал соответствующее видео, фото. У него это талантливо получается. Да-ка там же все сказано. Внутри-то считают по смыслу. Ну, давайте я буду читать. Давай. Все да не все. Я думаю, что вы прокомментируете это. Хорошо. На непонятных местах останавливайся. Герои прошлого с утра сидят в прихожей. В сандалиях, в ботфордах, босиком. Чужие разные. Есть на меня похожие. Семь тысяч версты лет достигли прямиком. То есть это, я вижу это, я молюсь. И семь тысяч лет это имеется в виду вблизи Адама. Потому что от Адама столько-то семь тысяч пятьсот тридцать лет. И они прямиком. То есть мыслями. Тем более у них душа живая. И вот теперь я с ними разговариваю. Они у меня в прихожей пришли. В прихожей? То есть как они желанные, вы с ними хотите пообщаться? Да, именно так. Я это вижу реально. Ну кое-что я, да, я понимаю, как вот вы растолковываете, но не все. Второй куплет. Они пока что книжные герои, известные не мне же одному. Их нанимать надолго в перестройку. Быть мирным с ними. Объявить войну. Вот вопрос. То есть я теперь лично их не по житиям. Я жития начитывал. Почему я их приглашаю? Они ко мне являются. У нас общение не разорвано. Я христианин. И теперь об отпордах. То есть они по тем временам, как одеты, я увижу с какого. А если на меня похоже, то совсем близко кто-то такой был. И вот теперь я с ними желаю познакомиться ближе. Ну вот на вас похоже. И кто-то говорил, что Александр Исаевич Солженицын. Да. Близко. Да, да. Меня днеприем, говорит. Солженицын к нам приехал. Кричали мужики у сельсовета. Ну да. Объявить войну, значит, что-то не по писанию имеется в виду. Да, именно так. Обличить их. Да, сначала надо узнать. Я буду беседовать. И я увижу, вот, житья я начитывал. Иногда приходилось в колокол бить раз, два. А было даже три раза ударить. То есть абсолютно антиевангельское. Да. Третий куплет. Кто посоветует, кого избрать надолго? Друзья, начальники и просто в кореша? Без паспорта определят наколки. У этих коммунистов ни шиша. Да. Они своих там канонизируют. Вот такой-то хороший. Вот он там, тот, дрое. А я буду смотреть теперь. Кто они такие? Они-то пришли тоже, как знатные люди. Их стоят постаменты везде. Ну и вот теперь будем разговаривать. У меня приемный день. По плодам узнаете их. Конечно. У них ничего нет, я знаю. Ни шиша. У коммунистов. Следующий куплет. Со всей земли без разных звезд и свастик. Пройдите на примерку у креста. С неверными не обретают счастья. И наша дружба с чистого листа. Ну тут все понятно. Ну здесь понятно. Призываете ко кресту. Да конечно. Чтобы все примирились у креста. Тем более я не раз такое во сне, даже такое видал. И поэтому у меня так сформировалось. Кто они такие? Я точно по Евангелию, по Библию буду с ними разговаривать. Идем дальше. Ищу глазами дух Еремии. По ревности святого Златоуста. Друзей, которые нигде б не посрамили. Родные мне по мысли и по чувствам. То есть ваши единомышленники. Да. Еремия, как пророк и Златоуста. Я теперь буду отбирать. Мне не надо тут много в прихожей. Я возьму только тех, с которыми я пойду на битвы вместе. Прошу за стол. Составим протокол. О первом разговоре по согласию. Я к этой встрече с четверть века шел. Быть в послушании всегда под вашей властью. Вот так. Почему с четверть века? Ну, потому что в то время у меня уже четверть века. Это 25 лет. То есть я столько времени верующий. И желаю, чтобы эти люди дальше шли. И меня взяли с собой. Под их властью. Я же не говорю, у меня Златоуст подчиняется. Нет, я им подчиняюсь. Ну, да. Двенадцать раз, да, вы прошли Златоуста? Да. Двенадцать томов. Следующий куплет. Не надо убеждать, что вы не здесь. В своих трудах со мной вы постоянно. Духовники, мне вас не перечесть. Вы жили, как и я, не без изъяна. Вот тут все понятно. Что такое? То есть они со мной в книгах. Я считал, я воображал. А как со мной обращался бы Василий Великий? Да может, меня жезлом обгрел. Я не за то, чтобы за монастырской стеной прятались. А шли и проповедовали. А он устава там писал. Василий Великий-то. Ну, и дальше идем. Ну, как-то вы рассуждали, если бы со Златоустом встретиться, и какой бы вопрос, или какие вопросы вы задали ему. По монашеству. По монашеству только. В чем бы у вас разногласие было, и в чем бы... Да, 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 да. Следующий куплет. Но ваш огонь и обличение сила, авторитет мучения за Христа, пустыне жизни 40 лет учился, а ныне час свидания настал. Да. Сильно, конечно, да. Особенно эти стихи проповедей оживают, когда музыка... Ну, конечно, сделайте, найдите музыку такую. А музыку можно взять такую органную, у католиков играют. Называется «Страсти по Матфею» возьмите. Музыка-то у меня же есть, она же напета. Ну, смотрите, смотрите. Помните. Да, и... Брат Игорь Владимирович Дебунов-то говорил, вот... Под музыку они оживают стихи-то, как особо очень. Ну, да. Ну, можно взять пятую симфонию Бетховена. Ну, можно другой мотив сделать. Что-то мы же не связаны этим. Ну, это так, конечно. Ну, и возьми вот «Страсти по Матфею». Вот Баха, Себастьяна. Это здорово будет. Да. Ну, это сложно, конечно. Там уже кто профессионал, а я-то любитель. Ну, а я никакой вообще. Последний куплет. Уже не понаслышке, не по букве. Вас обниму роднее всех родных. От радости к груди, прижавшей руки, вам улыбаюсь с этой стороны. То есть... Ну, то есть пока вы еще здесь, да? Да, да. Ну, здорово, правда? Ну, аллилуйя, конечно. Ну, вот так. Одним дыханием, как говорят, на одном дыхании. Потому что я ими живу. Я много насчитывал. Труды, добротолюбие, все. И я воображал, какие они. В те времена, как бы были с ними. Главное, это идите и проповедуйте Евангелие. Я бы их позвал. Идите и проповедуйте Евангелие. Не сидите по кельям. По кельям Бог не будет искать. Ну, да. Вот вы, зная историю России и начитывая жития русских, выбрали пять, ну, можно сказать, ваше сознание, да, выбрало пять, которые причислены к лику святых. Попытаюсь их перечислить. Николай Японский, Макарий Алтайский, Стефан Пермский, Иннокентий, Германа Ляскинский. Получается, пять человек, которые вот услышали повеление Христа и Благовеста. А ты прочитай. И Евреям 13.7. То есть, Дмитрий Ростовский, когда писал, он взял эпигр 13.7 ко всем 12 томам 1673 биографии. Прочитай. Далеко, нет? 13.7. Ну, там, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, если не ошибаюсь. Да не, не мне только, не мне. Без добавки слова. Сейчас я открою. Давай. Минутку. 13.7. Послание к Евреям. Апостол Павлу. Евреям 13.7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Все. Никакой канонизации больше. Никто там юродивый. Алексей Божий человек туда не попадают. Кто проповедовал, жил этим, вот они теперь, они ваши будут друзья. Поминайте их. Поминайте. А там не сказано тех поминать. Вот так. Дмитрий Ростовский-то разбирался в этом. 1173 биографии в житиях святых. И он взял эпиграф для всех. Один. Кевреям 13.7. Да. Аллилуйя. Ну, я с этой позиции. А вот меня тут один попросил недавно. Ну, Лемеш, может, знаешь, Дмитрий. У него сын Марк звать. А к нам приезжал один человек, Ягудаев Владимир. Большой такой, здоровый-то. Ему настолько все это по сердцу пришлось. И он женился. У него сын родился. Он его назвал Игнатием. И главное, ну, в паспортах нигде нет национальности. А когда сейчас принято такое постановление, родители желают, могут указать. И он написал еврей. Представьте себе, еврей, православного христианина теперь просится, чтобы я его снова принял. И теперь я молюсь каждое утро, а не младенцы. Теперь у одного человека, еще я знаю, у него есть Ангелина, Алфей, Феодосия. И они у меня к этому все вместе. И я теперь, который у нас тут Андрей Головач женился на дочери этой Елены Гладыщук. Значит, Евсевий и Ездра. Это у меня особая компания такая, которую на руках несу. Спаси, Христос. Я когда на работу еду, у меня смена ранняя, с пяти утра. И включаю молитву, и как раз к вам присоединяюсь. Ну, запись уже включена. Да, да. Вот. А там еще одно стихотворение, я одно стихотворение еще давал. Какое? Да вы много присылали. А ты слышал, как этот напел Владислав? Так, я женщину всем благодарен и в доступ. Хорошо получилось? Ну, я ему написал, говорю, брат, у тебя талант в трех аккордах так оформить песнопение. Я там пытался, у меня не получалось. я, ну, просто забраковал свое песнопение Черновик, а он напел в три аккордах поместил. Так, а теперь помнишь, окончен суд, засчитан приговор. Ну, да. Вот его надо оформить картинками, да музыка добавить туда, его не трогать. Попробуй это сделай, готово, уже насчитанное. Так, брат же, Георгий, он сделал видеоролик. Разве сделал? А который сделал, откуда взяли, там запретили то, потому что много взято было из кинофильма, и там видимо претензии были, и поэтому оно не идет закрытое. А я даже не знал, что запретили, ютюб не пропустил. Да, никак, потому что там все взято из одного фильма, Достоевский. Как? И оно не прошло. Вот теперь, ты помнишь, как ты делал пример себе своим воображением моего стихотворения, как ты его поставил? У тебя все, и когда там стреляют меня, я иду там прячусь, где... помнишь? Ну да. Ну вот. Мой себе. Прошу помолиться, Игнат Тихонович, вот, чтоб Господь, сердце брата Георгия, я думаю, лучше его, ну может Виталий еще, но Виталий, он сейчас занятый, насколько я знаю, я с ним переписывался, но он, Георгий говорит, что займется, сейчас там у него какие-то есть дела, и потом займется этим роликом. Я вот эту беседу сброшу ему, чтобы он спросил, о чем опиши стихотворение, чтобы он послушал. Ну конечно, конечно. Скажи, его талант режиссерский, я считаю, у него и монтаж, он делает все это очень качественно. Ну вот это ему тоже, скажи, это как будто ты написал, у тебя такие же желания встретиться с теми, которые находятся на небе. Это очень важно. Вот у меня одно стихотворение есть, когда я Христа принимаю, мы сидим, и он дыханием листает Библию, и мы вместе с ним. Вот говорят, ну обычно, что бы ты сказал ему, и там как раз я разговариваю, разговариваю с ним. Ты это стихотворение не знаешь? Я тебе скидаю. Да, я помню. Да, да. То есть это... Брат Вячеслав сделал видеоролик. Как раз я напел его. По-моему, вот это и есть. Не знаю. Меня спросили, меня спросили, но уже там не помню, а слова. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну, значит, так. Да. Вы спросили, в чем не согласен. Да-да-да, вот это. И там дыханием Библию и ставит. Это на песнопение есть на этом сайте старом. Ну так вот, песнопение это можно оставить, разбавить музыки, добавить-то, и кадры. Это очень сильно влияет. Вот, которое ты сделал, там, когда меня разыскивают у кустов, и стреляют там, и выстрелы слышатся. Это как живое, как фильм какой. Ну да, это как маленький фильм короткометражный. Ну, а вот-вот возьми святая Русь, когда была святая? Ты там все это сделал? И патриарх начинает когда говорить? И как они идут? Ну и дальше, люди какие там существуют? Ну, так вот. Ну, хорошо. Спаси Христо, что зашел. Ты пощаще заглядывай. Был бы ты здесь, я бы тебя пригласил тут. Тут работа-то у нас будет. По дому. Немного. Но остальное тут не для разговора. Сам знаешь, какая обстановка. Чужие люди, чужие. Еще они там вытворяют. Да. Печально, что из нашего сообщества отходят и делаются просто бешеными. Да. Сами иначе не скажешь. Ну, один говорит, говорит, из рая в ад нырнули. Да, что здесь дано было Господом? Такое общение, такие занятия, молитвы и куда? В болото куда-то броситься. Ну, в ад действительно. Но мы молимся, думаем, что может Господь смягчит сердца кого-то. А мне кажется, эти люди Духа Святого похвулили. Они только ожесточаются до смертельного. Зверский характер. Крови жаждут. Это даже невероятно. Я нигде не встречал среди коммунистов таких-то же таких озлобленных. Притом бесчестность. Что попало, говорят, делают, передергивают. Они на воровство идут, на что угодно. Да, ужас, конечно. Ну, что? Все, Игнат Тихонович, поклон Владимиру от нас. Хорошо. Вы здоровы. И Ане поклон передавай. Благодарим за молитвы. Да. Слава Господу. Ну, ты уже разговариваешь? По-французски-то? Антипион. Это мне, как русский изучают, сейчас 11 лет, то и мне, наверное, столько надо французским. Вот. Ну, такие слова-то ты знаешь, Шерлев М. Шерлев Фан. Да. Я, когда-то, самостоятельно занимался им, Ну, да, у вас, конечно, полиглот. Ну, Господь, говорит, вот я, этот, немецкий, в школе, то не было языка никакого у нас. И у меня 6 месяцев ушло на немецкий, я у них проповедь говорил, собрание. Уникально, конечно. А на английский у меня 4 месяца ушло. Я даже никогда не знал, что мне Бог это даст. Ну, а теперь я был в Америке, это я уже сразу бы забросил. Неделя прошла, буквально все восстановилось. А я и с полицейскими беседовал, там и по телефону, где звонили англичане, американцы. Удивительно. Игнать Тихонович, Иоанна ведет канал свой французский. Ну, там немного, конечно, подписчиков, не знаю, там может сотни три будет. И она, вот эти ролики, которые брат Георгий делает, вы видели же его ролики там о крещении, о внешнем виде и так далее, хорошие ролики. Она стала переводить на французский. И вышла на нас семья молодая французская Иоанн и Маргарита, если по-русски говорить их, имена их. Вот. И они, оказывается, не крещеные. Так, мы их познакомили со священником, который погружает отец Стефан в Брюсселе. Отец Акимова знает, кстати, вот как земля тесна. Фамилии не помню его, но отец Стефан. И он согласился их крестить, но пока еще они проходят, так сказать, оглашение, беседуем с ними. Вот. К истинному православию. И она переводит, ну, перевод такой, как бы сказать, любительский, но думаю, что у нее получается это. Ну да. Помолитесь об этом. Что-то они исчезли, уже больше недели на нас не выходят, чтобы у меня предчувствие такое, что там не без батюшек что-то может быть. Могут они, так скажем, насолить. Ну да. Вот. А так все принимали. Она два платка одевает, он с бородой, и так нам они понравились. У них двое детей. Илья и Ездра, они были у сектантов, по-моему, у пятидесятников. Сектанты называют по Библии часто. Енох там, Илья и Ездра, вот такие имена у них. Ну да. Но куда-то они исчезли. Ну помоги, Господи. Найди их. Я понял. Будем вспоминать. Если Богу угодно будет, то вот после поста, возможно, будет крещение у нас в Брюсселе. Это зарубежная церковь. Хорошо. Он нашу точку крестил летом тем погружением. Вы видели, я вам ролик присылал, как священник там небрежно это сделал. Помните, да? Да. И отец Степан, я ему сказал по правилам, канонам, по толкованию. Он даже, мне кажется, у епископа не советовался. Он погрузил ее как следует. А ты не получал книги-то пропадью стихах? Нет еще. Брат Олег Бушила должен выслать. Он еще ездит по Европе на работе. Как приедет, он вышлет. У нас сейчас вся сила брошена. Тут посоветовали, мы углубились в это дело. Проповеди во свете Святой Библии. Каждый... Ну, я вкуп. Слышал, шесть, шесть будет томов примерно по тысячу сто пятьдесят страниц. Ну, да. Мы смотрели обложки там. Брат, кажется, Николай оформил. Там здорово. А ты с обратной стороны считал, как он сделал? Да, 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 да. Там и патриарха бывшего Сергия слава. Да, 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 да. Здорово. Аллилуйя. А одному ничего не сделаешь. Господь, смотри, каждого своими талантами одарил. Ну, да. Какие братья у нас, сестры. Богом умудренные. Да. Ну, молимся об этом. Помоги, Господи. Помоги, Господи. Ну, может, Бог даст как-то по-другому будет. Вот у меня вчера в Италии беседовали мы по событиям, которые насчет этого умер. Один, ну, его переводится безумный навал. Я понял. Да. Я ролик видел, но еще не посмотрел. Вот посмотрю. Ну, да. Я как раз отвечаю по слову Божию. Кто такой? Как Бог смотрит на это? Само название какое говорит. Но на моем канале, видимо, сегодня ночью поставится. Да. Вот я сейчас прослушал одного там американца, и он про него тоже говорит. И с вами, в общем-то, созвучие. Но он не по слову Божьему, а просто по мирски, по политической ситуации. Но есть сходство. Кто он такой был? Засланный и так далее, и тому подобное. Что его в России не любили, а поддерживали такие смутяны, как он там совсем немного. Ну, так вот. Но молились же каждый день, это ответ на молитву. Да. А как иначе? Да. Чтобы укротил Господь, я слышал ваши молитвы, и мы молились. Мы каждый каждый день молились. Еще Яшин и Илья, и там сидит где-то взяли. Он тоже хорохорился. Я на дуэль вызываю там Рамзана Кадырова. Ну, и вначале посадили на месяц. А сейчас ему уже накрутили где-то 8 лет. А у этого было 19 лет уже. Ну, да. Ну, и вот этот американец, может, вы его знаете, Спот Риттер, он известный довольно, он говорит, что да кто бы его убирал-то, это вовсе не выгодно тем, кто у власти. Не выгодно. Сейчас будут выборы, это просто безумие, чтобы кто-то его там убирал, его уже посадили. То есть, ну, просто, естественно, смерть, он так это высказывает. Говорят, тромб, тромб, тромб прилипнет там. Господь всесильный, всемогущий, давал человеку, может быть, время на покаяние, это было сколько лет. Подуматься-то. Зачем сюда приехал, ведь знал, на что шел же. Но, потому что все уже оплачено, поэтому и толкают они обратно. Иди работай. Ну, да. Оказывается, 47 лет ему было. Он на 3 года младше меня. И я не знал, что он. Я думал, он молодой совсем, а он 47 лет. Ну, да. Ну, благодарю, Виктор Николаевич. Игнать, тихо, 14-го вы читали, я там сбрасывал две, кажется, группы, два чата. У меня день был особый 30 лет назад, как я работал на ваших занятиях. Я считал, считал. И одна сестра мне пишет, вот, ты помнишь, говорит, день, а я, говорит, не помню. Ну, как не помнить день, когда Евангелие ожило, и именно толкование отцов церкви я услышал из ваших уст. У вас еще переплетено было, вот, Блаженый Феофилак. Вот, и я на занятия-то бежал, как на праздник. Ну, пришел, смотри, отец с матерью пришли у тебя, сестра пришла, потом два брата. Ну, да. Сейчас Константин, прошу молиться, у него, ну, насколько я знаю, он курение бросал, а потом опять его сатана в это втянул. Вот. Как бы одной ногой только стоит, вроде, и верующий, но и сомневается. Вот, это плохо, конечно. Ну, да. Сколько я с ним беседовал. Но, он, насколько я знаю, он занимается проповедями. Там, с Деворой, она его как-то подвигла к этому. То есть, вот так, Господь его достучится до него, до сердца. Да, да, да. А Володя, Володя нет еще, там сложно все, там жена, ну, вот ролик под каблучники вышли-то вот, вышел недавно. Хороший, правда? Ну, да, и вот, Владимир еще, я так думаю, под каблучком, поболитесь, чтобы Господь его как-то подвигнул. Подвигни, Господи, Владимир. Спаси, Христос, ну, все, больше пока. Все, с Богом. Я тебе стихотворение достану, кину, посмотришь, с Богом. Хорошо, с Богом. Ты не трать силы, кого не надо где-то, а самые, которые у меня такие, набатного голоса, вот надо их оформить, как следует. Они у вас множество, множество, набатным голосом. Да, есть такое, даже так и называется, набатный голоса, голос, над Россией. Ну, все, отошел, с Богом. С Богом. Аллилуйя, благодарю, что пришел. С Богом.